Пробки на дорогах, благоустройство и медицина. Эти и другие вопросы обсудили на встрече с председателем многоквартирных домов и сотрудниками Люберецкого городского жилищного треста. Подробности в следующем сюжете. Перемены – то, что волнует людей. Название обращения губернатора Московской области Андрея Воробьёва. О положительных изменениях в Люберцах говорил и глава городского округа Владимир Ружицкий. Теперь оплатить услуги ЖКХ или записаться в поликлинику можно при помощи нескольких кликов. Все это сегодня происходит в онлайн-режиме, не выходя из дома, компьютер, интернет и все эти вопросы выражают. Особое внимание уделили пробкам на Октябрьском проспекте. Трасса – артерия округа. Через нее проезжают водители как легкового, так и грузового транспорта. Из-за большого потока машин ремонтных работ на проспекте образуются пробки. Особенно утренние и вечерние часы. Преконструкция Октябрьский проспект, Урал-5. В 2025 году планируют полностью завершить ремонт трассы. Ездить по главной дороге Люберц станет быстрее и удобнее. Подняли на встречи и актуальный вопрос – распространение COVID-19. В Люберцах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса откроют временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. В связи с ростом заболевших жителям рекомендовали вакцинироваться. Тут надо просто задуматься, себе сказать, другим, принять для себя решение. Понятно, что ОСП, вообще никто нет сомнений. Все вакцинируются. Корь. Да никто не сомневается. Ребенок там родился, годик его укололи. Привиться можно в поликлинических и стационарных отделениях. Пункты вакцинации работают в торговых центрах МФЦ и клубе «Активное долголетие». Поговорили о благоустройстве округа. За последние пять лет в городском округе изменились и парки. Малаховское озеро, Наташинские пруды и Центральный парк. Теперь это излюбленные горожанами благоустроенные зоны отдыха в Люберцах.